Шенген с ограничениями. Министры внутренних дел ЕС сегодня в Брюсселе решали продлевать ли пограничный контроль между странами. Его, напомню, ввели с начала миграционного кризиса. Все детали об этом расскажет Татьяна Лагунова. Дедлайн 11 ноября. До этой даты Еврокомиссия разрешила странам шенгенской зоны проводить паспортный контроль на своих внутренних границах. Что будет после, до сих пор непонятно. Единства в этом вопросе нет. Брюссель требует прекратить проверки. Дескать, с пиком миграционного кризиса Евросоюз уже справился и надобности контролировать границы больше нет. Но Германия, Франция, Австрия и Дания категорически против. Они хотят внести изменения в шенгенский кодекс и прописать такое положение. Страны шенгена имеют право в случае необходимости и целесообразности вводить контроль на своих рубежах на неограниченный срок. На этих изменениях больше других настаивают немцы. Миграционный кризис – одна из главных тем кампаний накануне выборов в Бундестаг. И причина громкого предвыборного скандала. В двойных стандартах по вопросу миграционной политики уличили лидера партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Политическая сила – это право популистское. И в вопросах миграции категорично беженцев в страну не пускать. И Алис Вайдель, как лидер партии, не раз критиковала Ангелу Меркель за политику открытых дверей. Но, как раз узнали журналисты, сама же брала беженцев на работу. Причем нелегально. По информации немецких СМИ, несколько лет назад Вайдель, которая тогда жила в Швейцарии, наняла для уборки дома беженку из Сирии. Платила наличными, не оформляя никаких договоров. То есть, по-черному, нарушая закон. Сама Вайдель уже заявила, что это неправда. Дескать, женщина из Сирии просто заходила к ней в гости. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова